Мы в эфире, ну и, соответственно, давайте несколько слов о том, что будет происходить, и зачем мы все это дело устроили, и какая у нас задача стоит. Ну, наверное, вы знаете меня в двух ипостасях, ну, как минимум в двух. Значит, одна – это доктор Курпатов, который занимается тем, что он помогает, как психотерапевт, людям справляться с их жизненными ситуациями. И эта работа психотерапевта, она вообще на самом деле касается вещей, связанных с два направления. Первое – это психотерапия, когда мы лечим те или иные психические расстройства, к ним относятся, в частности, тревожно-депрессивные расстройства, неврозы, какие-то проявления психопатические и так далее. То есть это работа, где мы действуем по определенной логике, формату. Да, есть так называемая кризисная терапия, когда у людей что-то случается, какая-то жизненная ситуация, и психотерапевт оказывает помощь при кризисной ситуации. Я начинал свою практику в гражданском здравоохранении именно с кризисного отделения. И ко мне со всего города заводили людей, у которых потери, погибли дети, мужья, тяжелый развод, суициды и прочее, прочее, прочее. Но в основном это какие-то невротические формы. Ну, классическая такая невротическая форма. Всем хорошо известны панические атаки, например. И мы их лечим по определенной процедуре, по определенному алгоритму. Значит, вторая такая вещь, которой занимается психотерапевт, это развитие личности. Развитие личности – это то, как мы проживаем внутренней трансформацией, связанной с тем, что наши прежние способы взаимодействия с людьми, с миром перестают быть продуктивными, и мы страдаем. Значит, ну вот такие кризис личностный, он больше как бы относится к сфере таких экзистенциальных вопросов, поэтому есть такая психотерапия экзистенциальная, которая этим занимается. И сюда же относятся и Маслоу, и Роджерс, это гуманистическое представление, направление психотерапии. Вот, и мы помогаем человеку как бы пройти через его вот такие пороги жизненные. И вот это все психотерапия. Ну, она в одном случае терапия, в другом я в своей монографии «Индивидуальные отношения, теория, практика, эмпатия» описываю это как психотерапевтическое сопровождение процесса развития личности. Значит, то есть это не лечение, а это сопровождение процесса, который идет. Человек внутренне изменился под воздействием каких-то обстоятельств, дальше ему нужно себя заново обрести в мире. Значит, ну, и вот это все доктор Хорпатов. Ну, кроме того, что доктор Хорпатов первая моя научная работа называлась «Философия и психология», которая была присвящена методологии мышления. Значит, что это такое? Это попытка моя обнаружить, каким образом мы создаем картины мира. у каждого человека есть какие-то его мнения, и когда человек говорит, что вот у меня такое мнение, вы можете быть с этим не согласны, но в рамках его модели мира он каким-то образом пришел к этим убеждениям, и какое-то у него есть внутреннее там, как бы, обоснование этого его мнения. Вот. Поэтому вы можете быть не согласны, это значит только то, что ваше представление о мире совсем не такое же, как у него. И просто дискутировать с мнением бессмысленно, потому что для начала нужно понять, а какие там в этом его представлении о мире сложены концепты, как он себе представляет жизнь. И как только вы понимаете, как он ее себе представляет, то его мнение становится вполне логичным. Это не значит, что оно правильное. Мы, в конце концов, не говорим здесь об истине, мы говорим о том, что есть такое представление о мире у человека, которое позволяет ему чувствовать себя счастливо, в хорошем настроении, созидательно, значит, это для него хорошая модель мира. У кого-то другого, другая модель мира, другое представление о том, как все в жизни должно происходить, значит, может быть, он от этого несчастен. Но это проблема модели мира, которую надо перестраивать. Значит, и вот это уже мы здесь находимся в области мышления, да. У нас с вами канал называется «Центр интеллектуальных практик. Суть вещей». Значит, вот, но при этом есть мир еще как таковой, да. Вот у меня такое представление о чем-нибудь, там, о какой-нибудь книге, например, о Фрейде. А у кого-то другое представление о Фрейде. Значит, у каждого из нас есть набор каких-то фактов, установок, которые мы сформировали по поводу этой темы. Но есть сам Фрейд еще, психоаналитическое направление, психотерапия, там, много самых разных ответвлений этой терапии, там, и так далее. И это объективная некая реальность. Она, конечно, не в том виде, как в методологии мышления, потому что в методологии мышления у нас вообще не существует реальности. Но есть что-то уже как бы проявленное, уже существующее в мире языка, логических конструкций, то, что называется миром интеллектуальной функции, что по поводу чего мы все имеем отношения. Впечатления, мнения, там, и так далее. И вот задача, мне кажется, если мы хотим, с одной стороны, и собственную жизнь сделать более счастливой, более... Потому что чем лучше вы понимаете этот мир интеллектуальной функции, в которой живут другие люди, а мы же все с вами живем все вместе в одном вот таком как бы информационном пространстве, сейчас с ним много проблем с этим пространством, оно уже давно не общее, и давно мы потеряли навык дискутировать об этих вещах, которые находятся как бы вне нас, да. Более того, многие считают, что то, как они думают, и есть правильно, и если раньше вот существовало такое понятие невежество, да, то есть вот стало, что есть люди, которые вот они невежественны, потому что они там что-то не читали, что-то не знают, там, и так далее, то сейчас это понятие практически не используется, потому что мы исходим как бы из презумпции, что каждый человек имеет право на свое мнение, на свое представление о прекрасном, там, и так далее. Это новая реальность, и в ней совершенно непонятно, как дальше существовать, и это вызов для тех нас, потому что в результате, когда все высказывают свое мнение, невозможна дискуссия, невозможно обсуждение, а вообще культура развивается, когда люди друг с другом общаются, когда они рассматривают разные варианты, разные позиции, разные точки зрения, там, и так далее. И это, конечно, большая драма, и для меня самое важное – это вот объяснить, почему мышление имеет вот невероятную ценность. Значит, мышление помогает нам максимально, насколько это возможно, объективно, здраво, сформировать свою собственную модель мира, и это здравость, это объективность этой модели, ну, я здесь объективность беру в кавычках, потому что тут много всяких разных технологических нюансов и дискуссий, но не суть. Вот, рассмотреть вот этот вот социально-культурный мир как-то более, что называется, по сути вещей, да, а что же, собственно говоря, происходит в мире. Вот, у нас с вами был небольшой такой тестовый прогон перед этим эфиром, вот, в рамках которого мы с вами обсуждали, значит, понятие сильные женщины. Вот, я вам записал аудиосообщение, где попытался показать, как, собственно говоря, все это дело происходит. Вот, значит, что такое может быть за этим понятием, скрываться, да, вот в мире фактическом, в действительном мире, да, не в метафизической реальности, которая там за гранью возможности нашего познания, а вот в том мире, в котором, собственно говоря, можно какие-то суждения выносить более-менее аргументированные, подкрепленные и полезные с точки зрения принимаемых решений, с точки зрения покупков, которые мы совершаем, и так далее. И вторая тема, которая там же была поднята, она, вот, тема измены, да, значит, вот, я просто хочу, у нас сегодня эфир такой, как бы, пробный, я не понимаю, что из него получится, мне предстоит поговорить с тремя участниками, членами нашего Центра интеллектуальных практик, написавших свои вопросы к посту соответствующему, и с теми из них я их выведу, надеюсь, у меня все получится в эфир, вот, и мы сможем по, как бы, обсуждать, но я, прежде всего, хочу просто вот внести ясность, что это не психотерапевтический канал. У меня есть психотерапевтический клуб, точка опоры, он замечательный, он предполагает, в общем, работу, как с какими-то конкретными проблемами, панические атаки, там, тревога, страх, похудание, вот у нас начинается с понедельника, марафон, 21 день, вот, плюс там, соответственно, я занимаюсь тем, что называется этим психотерапевтическим сопровождением процесса развития личности, вот, но к психотерапевту, к доктору приходит с жалобами, ну, то есть, на что жалуетесь? И дальше человек рассказывает, доктор прописывает лечение. Ну, в психотерапии чуть сложнее, но логика, вот, она точно такая же, да, психотерапевты, врачи, они выслушивают жалобы, но в рамках мышления жаловаться невозможно, потому что, когда человек жалуется, он переносит, как бы, ответственность с себя на специалиста. Специалист должен сказать. Но с миром нету специалиста по миру. Ну, то есть, специалисты, может быть, есть, но так, чтобы были окончательные, бесповоротные, которые знают истину, знают, что правильно для каждого человека, а каждый человек, ну, все-таки в чем-то индивидуален, вот, такого, конечно, невозможно. Более того, ну, мы строим свою модель мира, свое представление о мире, о других людях и так далее, на основании, собственно, опыта, жизненных обстоятельств каких-то и прочих. И если просто кто-то придет и скажет нам, на самом деле все по-другому, да, женщины милые, хрупкие создания, мужчины, герои, рыцари и так далее. Ну, как бы, его можно будет послушать, конечно, но понятно, что у нас резонно возникнет вопрос, в общем, почему мы должны этому верить. Поэтому, когда мы говорим про мышление, да, и про методологию, мы говорим про то, что мы не жалуемся, а мы пытаемся задать вопросы самим себе для того, чтобы разъяснить суть, как бы, феномена, события, ситуации, с которой мы сталкиваемся. И вот я, например, так, в монологичном режиме рассказал об этом, когда говорил про феномен сильной женщины, да, и указал на странные противоречия, почему мы не говорим, например, сильный мужчина, вот, а говорим сильная женщина. Значит, мы говорим сильное, как бы, соотнося эту силу с мужчиной, да, и это уже получается, ну, это не то же самое, что сильный человек, да, мы знаем, что такое сильный человек. Сильный человек – это тот, кто способен справиться с трудностями, с ударами судьбы, там, и так далее. А вот сильная женщина – это какой-то конструкт, который возник, как бы, в оппозиции мужчин. Ну, и дальше надо разбираться, а что стало, как бы, с мужчинами, что стало с женщинами, почему именно они таким образом себя определяют, какие есть мотивационные факторы, которые обеспечивают то, что женщина избирает именно такую модель поведения в жизни, там, и так далее. Это вот такая история. И то же самое можно говорить про феномен измены, например. Эта тема очень больная, она регулярно, в общем, случается не сама измена, а обсуждение этого. Есть целые дискурсы отдельные. Дискурсы – это то, что в обществе как проблематизируется, как про это думают, да. Вот. И сейчас мы видим смещение этих дискурсов, потому что раньше был один дискурс, когда предполагалось, что мужчина, в целом, он устроен как-то более полигамно. Вот. Женщина, она, значит, наоборот, как бы так, как бы моносоюзно. Вот. Сейчас мы видим в практике, что женщины точно так же изменяют мужчинам, как и мужчины женщинам. И, в общем, тут уже непонятно, кто кому больше. И это, в общем, такая новая реальность, да. Вот. И дальше вот есть этот феномен, да. И вот вопрос суть-то в чем, что такое измена, да. И вот в дискурсах там есть, что вот если просто котикничает, то это неизмена, или там, если просто поцелуй, это неизмена, это флирт и так далее. И начинаются вот эти все эти дискуссии, да. Ну, все это происходит ровно до той поры, пока мы, собственно говоря, не сталкиваемся с реальным фактом, когда мы находимся в отношениях, или мы изменяем, или нам изменяем. И мы такие, оп, а что с этим делать-то? А это, как к этому относиться? Ну, вот, у мужчины есть возможность изменить. Какая-то девушка ему демонстрирует симпатию. И он такой, значит, или замужняя, или состоящая в отношениях женщина, значит, за ней начинает кто-то, как бы, проявлять ей знаки внимания. Вот, и дальше у нее возникает вопрос, а как нам с этим быть, ей лично. Значит, и это уже не дискурс, понимаете, одно дело, что-то обсуждать, потому что на словах, да, это же вот эти все попытки новых форм брачных отношений, их много всяких разных, полиамория, открытый брак, там, и так далее, и так далее, эти свингеры, и прочее. Ну, то есть, есть разные модели отношений брака и сексуальности. А что в этом смысле изменное? Это что такое тогда? Вот. И дальше мы, когда вы сталкиваетесь с проблемой, у вас из головы начинают, как черти из табакет. Вы узнали, что ваша вторая половина вам изменяет. Ну, там в голове случается космический взрыв, да? И вот в чем суть этого дела? В чем суть измены? Что мы понимаем, когда говорим про измену? И вот здесь оказывается, что для того, чтобы ответить на этот, казалось бы, очень простой вопрос, необходимо иметь колоссальный объем знаний. Нужно понимать очень много вещей. Но прежде всего, значит, то, что не существует общих правил, которые бы определили, что является изменой, а что ей не является. Просто потому, что бывают разного типа брачные союзы, просто потому, что, значит, люди ведут себя ситуативно, они могут напиться, потерять, как бы, контроль, еще что-то может происходить и так далее. Вот. Значит, то есть первое, что нужно понять, что нету нигде, ни в каких скрижалях не записано, что есть измена. Даже если мы говорим про измену родине, то там это решение должны принять судьи, там есть какие-то адвокаты, они это как-то обсуждают, говорят, была ли это неизмена, не была ли это, можно ли это считать, не можно, там и так далее. Начинается куча вот этих всех дискуссий, конечно. Значит, первое, из этого мы можем уже с вами сделать осознанное, осмысленное заключение, что когда два человека сходятся в союз, они должны определиться, что они будут считать изменой, потому что это их внутренний кодекс, их совместного этого события, то, что они сошлись вместе. Здесь возникает проблема, потому что это как с брачным договором, то есть если вы сходитесь и собираетесь создавать ячейку общества, и дальше, ну, логично прописать брачный договор. Юристы всегда это советуют делать, значит, в котором будут прописаны все там обстоятельства, кому что принадлежит на случай развода, да, или какие будут, в общем, обязательства взаимные на случай разводы. То есть, когда вы это начинаете обсуждать со своим потенциальным партнером на долгие года, то возникает ощущение, что вы уже не на долгие года. И поэтому заставить новобрачных подписывать контракт можно в том случае, если у них есть уже тяжелый опыт каких-то предыдущих разводов, там, или еще каких-то обстоятельств, вот, и все равно мы таким образом демонстрируем же недоверие. И так же с изменой. То есть, для того, чтобы вообще считать, и изменили вы, и не изменили, вы должны были провести переговоры, причем на берегу, о том, что вы будете считать изменой, а что не будете считать изменой. Если это будет вторая семья, например, это измена или нет? А если это будет кто-то из бывших, это измена или нет? Ну, то есть, там дальше возникает куча вопросов. Но это мы не обсуждаем на входе. Потому что, если мы это начнем обсуждать на входе, то риск входа сильно сокращается. Ну, возможность входа сильно падает. При этом, люди, которые сходятся, они находятся в измененном состоянии сознания. Ну, то есть, они, скорее всего, влюблены. У них, скорее всего, как бы чувства. И многие из них верят, что если они сходятся, то это навсегда. Вот. И что к этому надо относиться как к чему-то, что навсегда. Да? Значит, и дальше это два человека. У него тут одна реальность. У нее тут другая реальность. И они в рамках этих своих представлений, они как бы предполагают, что если они сошлись в отношениях, то это значит, что не должно быть измены. Мы клятвы верности приняли. Любить друг друга. Да, как множество мужчин изменяет своим женам, хотя продолжают их любить. Часто женщина приходит на прием к психотерапевту и говорит, ну вот я этого люблю и этого люблю. И с собой, но не знаю, кого выбрать. Любит. Как выясняется, такое тоже возможно. Вот. Но то, что мы как бы что-то пообещали, нам кажется, что это как-то и будет работать. Но это же не будет работать, потому что люди живут, они меняются. У них меняются их сексуальные предпочтения. Женщине может не нравиться, как мужчина с ней занимается сексом. Или она с ним. Вот. Ему может вообще, в принципе, захотеться новизны, и его может перестать возбуждать женщина, с которой он долго ходит. То есть вот это же все не обсуждается. Вот я себе представляю эту женщину, которая с папкой, стоит в ЗАГСе и говорит, так, прежде чем сейчас мы друг другу поклянемся, давайте все выпишем. Вот это все. Это же за гранью возможного добра и зла. Но те, кто сходятся, они про это не думают. Они думают, что их принесет. Они думают на авось. То есть они на самом деле заключают договор не с друг с другом, а вот с каким-то как бы фантомом, который вот он будет вот так-то действовать. То есть потенциальная супруга прописала набор инструкций для мужчин. Мужчина прописал инструкции. При этом они прописали их как бы внутри самих себя. И дальше они друг на друге женаты. Они реально с друг с другом вместе? Или каждый из них живет как бы в консультации? Ну да, но как бы вот лучше, если ты. И, к сожалению, именно так, как правило, и происходит. И здесь снова вопрос. А что тогда тогда измена? Ну а кто кому изменил? Какому-то фантазму вы изменили? Или реальному человеку? Боль будет испытывать реальный человек, которому изменили. Но вы ведете дискуссию вот с тем человеком, который когда-то сказал на заре отношений, что, ну, я понимаю, что у мужчин есть как бы всякие разные интересы. Могут быть на стороне. И он себе записал, как будто бы, что она подписалась под тем, что у него могут быть интересы на стороне. Или мужчина сказал, ну, вообще, женщины сейчас это то же самое, что такие же люди, как и мужчины. При этом он допускает, что мужчины могут изменять. И она себе записала, ну, excuse me, значит, я могу. Вот где идет дискуссия? Продумывались? Кто с кем здесь в этой истории разговаривает и о чем? Поэтому с изменой невероятная проблема. Потому что или вы определяете это заранее, или дальше вы переживаете фундаментальную травму, потому что, как бы, все играют в свою собственную игру. Все ее как-то там у себя разворачивают. А когда сталкиваются с последствиями, они находятся в диком недоумении. А что такого? А что случилось? И вот, когда мы начинаем мыслить это, вот я сейчас вам предложил способ размышления, да? Когда мы задаемся себе вопросом, сами себя спрашиваем, и у нас появляется другое видение происходящего. Мы начинаем, как бы, приближаться к тому, что происходит на самом деле. И задача мышления, она в том, чтобы не просто, как бы, изложить жалобу и получить совет. Задача мышления – это задаться вопросом, а что вообще происходит со мной в моей жизни? Что я понимаю под этим? А что я понимаю под этим? И дальше, соответственно. Так, кто-то включил микрофон. Ага. Так, пока, сейчас, наверное, рано еще сейчас я закончу. Вот, и наша здесь задача в канале, она не в том, чтобы мы с вами все пришли, доктору Курпатову пожаловались, а он сказал, вот, делай так-то и так-то. Вот. Я хочу, чтобы польза от того общения, которое здесь будет происходить с участниками, она была для всех. Чтобы мы все задавались вопросами, которые позволяют нам не жаловаться, да, а лучше понимать, что происходит. И я искренне верю, что если вы понимаете лучше жизнь, ваша жизнь будет лучше. Она будет лучше во всех смыслах. С точки зрения субъективного переживания жизни, с точки зрения финансового результата вашей деятельности, с точки зрения отношений, которые вы строите с другими людьми, с сотрудниками, с партнерами, с коллегами, с детьми, родителями и так далее. И вот понимание этой реальности – это вот некий выход на уровень из моего такого субъективного представления о мире в какое-то более такое, ну, как бы, внятное, систематичное, что-то, что действительно требует такого широкого взгляда. И тогда из этого общего вы можете перейти к частному, к своей ситуации и взглянуть на свою ситуацию с этой точки зрения. И вот, как пример, значит, я в свое время написал книгу, это достаточно популярно, ее часто меня благодарят за нее. Она называется «Мужчины и женщины». Я написал там про мужскую и женскую психологию, особенности, которые, безусловно, есть. И обусловлено целым рядом факторов. Я там все описываю, объясняю там и так далее. А за что меня благодарят? Люди прочитали эту книгу. Они благодарят меня за то, что они вдруг поняли, что они не с собственным зеркалом общаются в паре, они общаются с человеком другого пола. Он по-другому чувствует, по-другому переживает, по-другому принимает решения, по-другому реагирует, по-другому выстраивает социальные отношения. И вот, поняв, как он это делает, вдруг оказывается, что на самом деле многие действия, которые я, например, воспринимаю как агрессию или как, как бы сказать, какое-то притеснение, в действительности не являются или те действия, которые я воспринимаю как проявление любви, на самом деле не являются. И вот подняться на этот уровень для того, чтобы потом спуститься в свою собственную жизнь, это и задача мышления. И тогда мы, вся наша жизнь становится осмысленной. и самое главное, что когда она становится осмысленной, у нас появляется и смысл в самой жизни. Потому что вот это познание того, что представляет собой жизнь, что представляет собой мир, это великое как бы путешествие, исследование, открытие постоянно новых и новых граней того, как устроен мир. Ни оценок его, ни суждений, а просто как бы обозревание и восторг. И когда вы так живете, вам всегда любопытно, вам всегда ну как-то вы понимаете, что нету безвыходных ситуаций. И поэтому чем у человека лучше развито мышление, чем он большим набором инструментов обладает, интеллектуальных, тем его жизнь становится более насыщенной, объемной и как я говорю, жизнь, которой хочется жить. вот. Здравствуй, Андрей Владимирович. А то вы такой суровый на вашей аватарке. Нет, ну да. Рад вас видеть. Здравствуйте. Всем слушателям тоже с праздничком и здравствуйте. Хотел спросить про то, что занимаюсь не тем, не своей работой более 10 лет. Я сейчас водитель, продажник, ну так, делаю вроде бы хорошо, потому что, как вы говорили, 10 тысяч часов уже выработался однообразно. Но хочется по своему образованию и вообще что-то другое делать, переключиться, философствовать, что-нибудь социально изучать, петь нравится, когда я в дороге пою все время и все. То есть чувствую, что что-то не то делаю. И сам-то ответ на свой вопрос тоже знаю, что ну что, занимаюсь тем, что хочется. А вот попав в эти вот клещи однообразия, попав в то, что делаю, одно и то же. Как бы от денег зависит всего уже, работа приходит, приносит деньги, все. И как вырваться из этого, как начать делать что-то, именно то, что нравится. Хотя не факт, что это будет доход приносить, страшно поменять вот из своего однообразия делать какую-то свою любимую работу. То, что, ну, как говорится, то, что хобби, но чтобы это еще приносило доход, чтобы было не страшно ну как бросить одно, то, что вроде приносит деньги, стабильно, все хорошо, но заняться именно любимым делом, а непонятно, куда прыгать. И вот, ну, собственно, вопрос... Я пока не... Да. Ответ-то есть, но как именно это сделать? Не получается. может, вы знаете, может, вы подскажете. Давайте сначала подумаем про это, прежде чем принимать какие-то решения и считать, что ответ есть. На самом деле ответ, на мой взгляд, отнюдь не так очевиден. Первое, что мы должны понимать, откуда вообще взялась идея моего дела. Вот что такое мое дело? Вот раньше, как говорил, где родился, там и пригодился. что такое концепция моего дела? Что это? Ваше дело это какое? Ну, мне нравится, например, мое дело, я водитель обычный, продажник, что-то перепродаю и машину вожу. Да, но ваше дело, мое дело, ваше мое дело какое? Чем я сейчас зарабатываю или тем, что нравится, хочется делать? Ну, вы говорите... Это же разные вещи. Это разные вещи. Да, я понимаю, но, вы сказали, музыка, значит, еще что-то, там целый список. Что такое ваше дело? Мое дело? Чем бы вы хотели заниматься, если не работать водителем и продажником? Хотел бы песни петь, людей радовать, может быть, лечить тем, что я медик несостоявшийся, и, может быть, философствовать на какие-нибудь темы, книги писать, ну, там... Что из этого является работой? То, что я делаю, ну, это как хобби, когда я делаю в отвлеченное время. Это прибыль не приносит, но мне это нравится делать, вот. А прибыль приносит, я опять ныряю в работу, потому что вынужден зарабатывать, потому что мы все к деньгам привязаны. Понятно. Но вот вы привели несколько вещей. Значит, первое, это музыка, песни, писать, записывать, выпускать и так далее. Значит, вы предполагаете, что это работа. Это увлечение, хобби. А я хотел бы, чтобы вообще бросить работу, и чтобы увлечение, может быть, приносило деньги, или хотя бы там была подушка, я вообще не занимался обработкой, занимался только своими любимыми делами. Это же рассуждение про то, что мне бы хотелось, чтобы эта работа приносила удовольствие, мне бы хотелось выполнять работу, которая позволит мне чувствовать себя самореализованным и так далее. Вот. Это все хорошие хотелки. Да? Это хорошие пожелания. Все этого хотят. Наверное, да. Никто же не хочет, чтобы у него была ужасная, унылая, чудовищная работа. Правильно? Ну да. Как и действительно это сделать? Не только хотеть, а перепрыгнуть это и начать действительно это делать. А что такое работа? Работа это то, что у меня лучше всего получается, тем, чем я зарабатываю на жизнь. То есть делаю то, что работа предполагает, что вы получаете доход, который вам кто-то платит. Это или ваш работодатель, то есть человек, который вас принял на работу, вы выполняете под его руководством какую-то деятельность и вам за это платят. так? Ну, вы знаете, я уже лет десять официально не работаю, у меня нет никакого работодателя, я сам себе, поэтому... Это не меняет все дела, все равно вы, когда работаете, есть опции работы. Вы или работаете на работодателя, или вы являетесь работодателем. Вот. Вашим работодателем являются конкретные люди, которых вы подвозите на машине, которым вы что-то продаете там и так далее. Вот. Это просто такая, как бы, неэролитическая система работы. Да? Значит, если вы собираетесь заниматься другой деятельностью, то ее нужно представить себе как институцию. То есть, ну, вот, институцию. Институцию? Ну, как, ну, есть шоу-бизнес, например. Там работают люди, там есть продюсеры, там есть звукозаписывающие компании. Ну, да, да. Композиторы, которые продают свою музыку. Да? Актеры, есть, целый набор людей, с которыми нужно взаимодействовать. Самому это не получится все делать, я понял. Да. Это предполагает встраивание в эту структуру. Значит, то же самое касается нашей работы по медицинской части. Я так понял, что вы получали медицинское образование, но не закончили. Нет, я закончил, даже полгода проработал, наскорый, я этот фельдшер бывший, вот, но потом денег мало, и опять ушел в продажники, все. Хотя мне там очень нравилось работать, очень, я с удовольствием там работал, но, вот, к сожалению, опять же, из-за отсутствия денег, как бы, вроде мужчине, не надлежит мало зарабатывать, и вынужден бросить, ушел там на рынок, туда-сюда, а самая работа нравилась очень, да. Так, значит, соответственно, вы приняли решение, что вам нужно зарабатывать больше, сколько вы в этой области не зарабатываете. Ну, да, то есть, что-то, ну, пришлось вынужден менять, да, что-то, грубо говоря, на рынок пошел, после рынка туда, потом опять туда, ну, вот так вот. Здесь вы тоже должны понять, что любая работа предполагает, я же с чего начал работать, работает работодатель, который платит вам за осуществление конкретной деятельности. И на разных работах разные зарплаты. Разные, да. Да, и в шоу-бизнесе в том же самом зарплаты тоже, значит, ну, это только кажется, что там, ну, просто мы знаем тех, кто успешно смог построить свою карьеру, а сотни, тысячи людей, которые, они потеряли деньги на том, что они пытались записать себе там, купить песню, записать клип, там, и так далее. Да, я понимаю, куча всего проигрывающих вариантов, которые мы не видим, а они есть. Конечно. Да. И вот, что бы мы ни говорили, мы все время про работу будем сталкиваться с институцией. Даже если вы хотите работать с точки зрения создателя философских текстов, это предполагает, что вы должны а, иметь философское образование, б, работать, скорее всего, на какой-то кафедре, в которой выполняет определенный набор задач, которые перед ней поставлены, и в рамках этих задач сотрудники кафедр готовят статьи, публикации, доклады, ну, и монографии. То есть, это целая институция. Ну, и зарплата там будет соответствующая. То есть, нужно определиться сначала, что я хочу, куда хочу, да? Нет, сейчас вы думаете про работу, но при этом вы не думаете про, что является вот этой средой, в которой работа будет разворачиваться. Да, я не просчитывал, да. Да, и после того, как вы на это посмотрите, вы можете выяснить, что, например, в шоу-бизнес вы точно не пойдете, потому что очень велики риски того, что это будет неуспешный, неуспешный проект. Значит, дальше думая про медицинскую сферу, вы можете думать про нее. Уже поздно, уже поздно, до 27 лет там институт. Так, ну, у вас есть фельдшерское образование, да? Да, да, но фельдшером я, наверное, уже вряд ли пойду, там маловато, я узнавал, 3000 в сутки там платили. Да нет, я понимаю. Значит, дальше, если вы хотите этим заниматься, существуют частные клиники, которые занимаются оказанием разного рода помощи пациентам. Значит, у них тоже есть управленцы, менеджеры, служба продаж и так далее. Вот. Вы в этом случае не врач, прям в прямом смысле этого слова, но работаете в тех сфере, в которой вам, может быть, будет интересно. Но вы можете использовать свой опыт продажника для того, чтобы как бы в этой коммерческой части работы медицинских учреждений получить работу. Но эти варианты у вас появятся только в том случае, когда вы задаетесь вопросом, а что это вообще такое? А у вас сейчас только фельдшер и врач. На самом деле есть директора больницы, есть руководители отдела продаж медицинских учреждений и так далее. Куча всего, где требуются люди, которые понимают, что это за вообще сфера. Но вы это увидите только после того, как вы сможете для себя задать все вопросы и найти вопросы, ответы не у себя, а у специалистов, которые этим занимаются, с помощью интернета и так далее. Как вы сможете увидеть все возможности, которые потенциально есть в этой сфере. Есть медицинские представители, есть медицинские компании, которые занимаются, фармацевтические компании, которые занимаются распространением препаратов, БАДов, там, чертов ступи. Но на самом деле это огромная сфера. Но вы задаете себе вопрос, а что мне делать, вместо того, чтобы узнать, а где вам что-то делать. где делать? И когда вы посмотрите, что вокруг вас в мире существует, у вас может появиться опция, как вы можете использовать свой рабочий потенциал. Следующий шаг делать. фармацевтический аспектность, многофакторность вообще медицинской деятельности, то до смешного, понимаете, каждое медицинское учреждение работает с кислородом, с каким-то оборудованием и так далее. И все это связаны с медицинской деятельностью. А работают там... Да. Сопоставить то, что мои представления в голове есть с реальными с тем, когда пообщаешься, посмотришь, как ты любишь вот эти две реальности, настоящие и то, что в голове. Их нужно сопоставлять. Они всегда разные. Да, и вы обнаружите просто, что там есть масса возможностей, где вы можете применить уже имеющиеся у вас навыки. А после того, как вы эти навыки там в этих сферах начнете применять, вполне возможно, что вы там постепенно будете больше дрейфовать с какой-то деятельностью, которая связана с, по крайней мере, организацией медицинской помощи и так далее. в общем, больше пробовать в реальность не свои представления, а пробовать, 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 натыкаться. Но пока, да, пока я вам задал вопрос. Вы говорите об индустриях, да? Что вы знаете про эти индустрии? И мы тут, понимаете, сели в лужу. Понятно, вы не можете принять никакое решение, если вы, это все равно что идти в пустоту, но так себе идея. Ну да, так и есть пока. Вот я на одном месте и пока и сижу все вот со своими идеями, не более того. Да, но теперь вы понимаете, что если вы про что-то думаете, вы должны развернуть эту картинку. Вы должны получить больше фактов, больше информации, больше знаний про то, как там осуществляется соответствующая деятельность. и уже из этого делать какие-то решения и вызовы. Да, логично. Спасибо большое. Хорошо. Желаю вам продуктивной интеллектуальной работы. Спасибо большое. Приятно было пообщаться. Спасибо большое. Да, взаимно. Добрый день. Здравствуйте. Я Марина. Очень приятно. Я вас вижу, слышу. Рассказывайте, какими задачами вы озадачены. Я хочу выйти замуж. У меня был опыт, но очень давно я была замужем. Не так много, где-то лет шесть. Потом муж все время мне вот как раз по теме, муж изменял. Но мы были очень молодые. И вот как сейчас слушаю, конечно, мы ни о чем не договаривались. У меня было представление, что выйти замуж это на всю жизнь. Но мы так жили в семье. Поэтому я так и думала, что я выхожу замуж и выхожу на всю оставшуюся жизнь. жили потом. У меня умерла мама, осталось двое ребятишек, и в конечном итоге он просто ушел. Ушел к другой женщине. Ну, вроде как казалось мне, что я его простила, но, наверное, все равно внутри вот этот вот страх, страх отношений, он остался. И я думала очень много над тем, что почему это? Дело в том, что у меня папа умер, когда мне было 15 лет. И папа был для меня очень значимым человеком в жизни. И я думала, что вот потом уже в процессе там тренингов всяких разных изучений и осмыслений, что скорее всего у меня вот этот страх быть ну, что если есть любовь, то мужчина уходит. Ну, то есть вот предательство задавали вот этот вопрос, предательство, измена, но вот я просто хочу сейчас отношений, ну, снова выйти замуж, и у меня вот этот страх, что все возобновится. И нет доверия мужчинам. Я после того, как вот в чате мы общались, я очень много размышляла, и я поняла, что просто нет доверия, доверия мужчинам. поэтому все сама, всегда сама, и сейчас вижу, что и дочь так, мою тактику поведения и стратегию поведения, и внучка точно так же, поэтому ну вот хотелось бы вот этот вопрос. Одиннадцать. Внучке одиннадцать уже? Да, да. Ох, как, вы прям не выглядите на бабушку одиннадцатилетней дочке. Спасибо. Давайте попробуем понять, что вы думаете, когда говорите «я хочу выйти замуж». Ну, что для меня замуж? Замужество для меня это совместное проживание с мужчиной. Официально. Почему? Потому что были отношения, я, ну, с мужем вроде как в своей жизни я встречалась с женатыми мужчинами. Было такое. и был момент, когда я даже жила с женатым мужчиной, он официально в браке был, мы с ним прожили, ну, достаточно много, тринадцать лет мы с ним прожили. А отношения мы официально не регистрировали, потому что он говорил мне, что зачем отношения, у нас и так все хорошо. Ну, и все время мне обещал, обещал, а в конечном итоге все обещания он не выполнял. Ну, я обижалась, потом снова сходились, расходились вот в таком вот прожили. Поэтому для меня это совместное проживание в официальном браке, чтобы была взаимная поддержка, помощь, какие-то совместные действия, ну, съездить куда-то, отдохнуть. Я понимаю, что это все можно делать и вне брака, но тем не менее, ну, наверное, чисто вот, так сказать, юридически, что ли, себя подстраховать. Вот так. А юридически вы что подстрахуете, чтобы я просто понимал? Ну, я имею в виду, чтобы все равно же есть и мужской вклад, и женский вклад в отношения. И, допустим, когда ведешь совместный, ну, тот же, у нас просто с мужчиной, с которым мы жили, у нас был бизнес на его деньги, но я работаю риэлтором, и поэтому мы совместно продавали его квартиры, покупали, ремонтировали, сдавали, ну, то есть, вот, инвестировали деньги его, и в дальнейшем эти деньги дальше-дальше прокручивали. Ну, вот в итоге вклад мой был, он говорил, что я там тебе 10% дам от прибыли, я тебе там дам 30%, в конечном итоге подходил момент, он со мной ссорился, и мы с ним расходились, и в конечном итоге ничего не получал, ну, ничего не получала, и все, а все прощала, верила, верила, вот, ну, вот, как-то так. Ну, так может быть, вам нужно было не брак, не брачные отношения заключать, а партнерские по компании? Ну, на самом деле, я его любила, мне, мне было с ним, ну, да, мы жили вместе, был совместный быт, были совместные, как бы, другие дела, какие-то поездки были, какие-то, еще что-то, ну, да, я понимаю, что я тоже пользовалась благами, и, ну, вот. Нет, я сейчас не про это говорю, я сейчас спрашиваю вас, ну, вы говорите, я хочу юридически подстраховаться, я вас спрашиваю, а как свидетельство о браке вас юридически подстрахует? Если вы хотите подстраховать себя с точки зрения финансовых взаимоотношений, вас может подстраховать только документ, который будет регулировать эти экономические отношения. То, что вы вступите в брак, вообще не, как бы сказать, вы потом не докажете, даже при разводе, там, и так далее. Но у вас сейчас такая идея, что как только я заключу брак, я не буду юридически подстрахована. Я спрашиваю, в чем? Вот у вас был первый муж, у вас был с ним заключен брак, он взял и ушел к другой женщине. Да. Значит, другой мужчина, у вас не было с ним брака, но вы не были с ним в финансовых отношениях, юридически, как бы сказать, зафиксированы. В результате вы на него работали, а выяснилось, что, ну, как бы, за здорово живешь. Так ведь? Ну, получается, что да. Да. И сейчас меня удивляют две вещи. Первая, это то, что вы говорите, «я хочу выйти замуж», потому что из всего, что вы говорите, не следует никакого желания выходить замуж. И слово «хочу» явно здесь такое недодуманное. а с другой стороны вы говорите, что это вас застрахует от чего-то. Что это вам что-то прогарантирует. Хотя вы знаете, что это таким образом не гарантируется. И поверх этого вы все нашли для себя объяснение. У меня нет доверия к мужчинам. но если у вас нет доверия, вы собираетесь с ним в поездки ездить, уже волнительно, понимаете? Ну, волнительно, волнительно. Если вы говорили, у меня нет доверия, я не готова с ним ехать вообще никуда, потому что ну, как бы тогда это все приобретает хоть какой-то смысл. А сейчас вы это доверие накладываете на два таких неприятных опыта своей прежней жизни. И на самом деле вы чего ждете-то? Почему такая сверхзадача выйти замуж за мужчину? Откуда эта мысль? Не знаю. Не могу сказать, откуда мысль, не могу сказать. Ну, на самом деле правда, вы говорите правду. То, что вы говорите правду, потому что страх, он как бы подкреплен какими-то действиями. Это да. Может быть, и правда не надо никакого замужа. Замуж никакой не нужен. Мне, я вот живу много лет одна, и мне на самом деле комфортно. Комфортно, потому что я свободна. Для меня свобода – это самое главное в жизни. Поэтому, почему я риэлтором, наверное, работаю, потому что это свобода. Свобода действий, выбора и так далее. Ну, я подумаю над этим, подумаю насчет замужества, откуда пришла мне вообще такая мысль. Скорее всего, это, да, извне. и здесь вы находите этому себе дополнительные такие объяснения, что вот у дочери не складывается личная жизнь, или она тоже одна, и так далее. Но здесь надо иметь в виду, что она все-таки представитель более молодого поколения, там другие в целом интересы и как бы приоритеты. вот, напрямую переносить представление о вашей о браке на представление о том, чего она может ждать от брака или чего она может хотеть от брака, насколько она вообще хочет брак, это такая вещь опасная, потому что вы начнете за нее думать там, где она думает совсем по-другому, как-то по-своему, вот, и здесь главное, чтобы у нее было как можно тоже больше такое объективное представление о том, что происходит, вот, а не какая-то инструкция, которую и что вы станете для нее примером, значит, что вы все-таки будете в браке, она не в браке, ей может тяжелее только будет, если вы будете в браке, она не в браке, а в брак она не хочет уже ни при каких обстоятельствах. Возможно и такое, вот, поэтому здесь нужно всегда очень действовать осторожно, понимая, что у наших детей уже свое прочтение происходящего, и уж точно они не воспринимают родителей как ролевую модель. Хотя все можно объяснить, один с другим все время соединить, все это, как бы сказать, бантиком красным завязать красивым, вот, а по факту это просто игра в слова, вот, и реальность она сложнее, ну, и, как бы, дает нам возможность ее больше узнавать, больше понимать, и приходить к каким-то решениям, которые действительно соответствуют нашему внутреннему ожиданию. То, что вы говорите о том, что вы чувствуете себя свободно, это для вас самое главное составляющее. Это правда. Да. И в этом смысле мы тот, как бы, это латмусовая бумажка, которая не обманет. Если вам так комфортнее себя чувствовать, и это вашу жизнь не делает хуже, вот, а у вас не делает хуже, потому что нету нагрузки дополнительной там и так далее, обязательства и прочее, и прочее. Вот. Значит, это более правильное для вас существование. Вот. В нем есть другие смыслы и другие ценности, и на это надо сделать упор. Ну, спасибо. Спасибо очень большое. Большое. Спасибо, Андрей Владимирович. Пока. Спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. Спасибо вам. Благодаря вам очень много чего узнаем. До свидания. Ага. Спасибо. Ну, отлично. Здравствуйте. Да, все, я вас вижу. Что-то все-таки в Телеграм нам дал связь. Ну, давайте тогда коротенечко, потому что я уже начал тут заканчивать, не дождавшись. Ага, хорошо. Хорошо. Значит, у меня ситуация такая. Ну, я, наверное, буквально два слова скажу о своем прошлом. я сначала закончила консерваторию, работала в государственном академическом оркестре имена Андреева, вот, потом эта эпоха прошла. А по какому классу я захотела? Доброе. О, ага, так. Да, вот, в общем, я там поработала, там очень мало было развития какого-то, то есть мне захотелось еще что-то больше, второй страстью были у меня волосы, и я стала прихмахером-стилистом международного класса, вот, стала пятикратным призером, в общем, тоже поработала, ушла в декрет, и, собственно, из-за того, что не было возобновления вот этих вот знаний из-за того, что я с ребенком дома была, ну, у меня как-то это сошла на нет, эта профессия. А сколько вы были в отпуске по уходу? Сколько были времени в отпуске по уходу? Ну, где-то около пяти лет. Понятно. То есть достаточно длительный срок, да. Вот, и потом я, ну, мне, собственно, всегда была интерес психология, я очень любила там наблюдать за людьми, и в итоге я получила второе образование, на психолога обучилась. Вот, ну, это произошло совсем недавно, и, соответственно, у меня как бы такой идет процесс привлечения клиентов. Он очень для меня тяжелый, потому что я такая больше на результаты вот нацеленная, и как бы у меня, когда нету результата, меня это вообще просто вот, ну, очень сильно с одной стороны мотивирует, а с другой стороны в какую-то вот гоняет. Вот, и я такой человек, что у меня, знаете, я все время ищу чего-то, какие-то системы, стратегии, вот, ну, у меня вопрос, как все время, как, 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 вот этих людей, и я когда нахожу, я прям начинаю заряжаться, но что-то со мной происходит, когда я начинаю двигаться, и чем, ощущение такое, что вот, чем ближе я к результату, я тут же сворачиваю, ну, то есть я переключаюсь на что-то другое, там, или вот вообще, вот как я написала, у меня просто начинает подниматься температура, и я входила по врачам, и думала, что как у меня какая-то смертельная болезнь, в итоге мне поставили просто термоневроз, я как бы абсолютно здоровый человек, и вот так вот каждый раз, и, то есть, и я не, ну, то есть я не хочу уходить в объяснительные какие-то модели, что у меня там страх, там еще что-то, но как бы я хочу этот барьер пройти, потому что он у меня даже не только в профессии, а каких-то моих личных достижениях, ну, там, какое-то вот такое, ну, сказывается, то есть я это чувствую, что я вот ухожу от этого, хотя вот по моему прошлому, достаточно очевидно, что результаты мне важны, я до них дохожу. Да, пятикратный чемпион, или как там правильно называется, это говорит, а призер. Да, призер, да, 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 оркестры добрались тоже, это не все попадают в оркестр, понятно, а когда вы говорите, что результат, ну, вот, вы сворачиваете перед результатом, это что имеется в виду, я просто, чтобы себе хоть как-то представить, о чем вы говорите. вот, есть задача, допустим, да, привлечь клиентов, причем я уже, я уже их даже пощупала, то есть мне это такое удовольствие доставляет, вот эта вся работа, процесс, и как бы отклики очень положительные, то есть нет такого, что я там чего-то, вот, и я начинаю придумывать, каким образом я это сделаю, и вот я там что только не делаю, рассматриваю разные, с разных сторон, разные варианты, какие-то варианты более такие легкие я делаю сразу же, вот, а какие-то более серьезные, которые нужны, пошаговые, да, какие-то стратегии, я начинаю идти по этим шагам, и вот когда уже нужны какие-то уже более конкретные шаги, какое-то заявление о себе, то я просто хочу все. А заявление о себе, это что такое? Вы говорите про какую-то рекламу, которую вы готовите, да? Ну, да, собственно, как обо мне могут узнать, да, как обо мне могут узнать, это, естественно, я, ну, это соцсети, которые я, ну, очень сильно не люблю, но я понимаю, что без них никуда, там нужно заявлять о себе, вот, и, соответственно, я, чтобы их не касаться, я там завела себе помощницу, которая у меня это все выкладывает, чтобы я не это, потому что я там выгорела и все, я сказала, что я туда касаться не буду, но это же все должна отснимать я, ну, как бы вот эти вот тексты приготовить должна я, и, соответственно, и мне это интересно, то есть я думаю, а как бы так сказать, чтобы вот прям вот прям зацепило, там еще что-то, и посты у меня хорошие получаются, вот, и когда вот надо прямо вот это вот, то есть это остается на уровне идеи, на уровне какого-то там подготовленного сценария, на какого-то там текста, вот это вот все, а дальше вот у меня что-то, вот я либо заболеваю, мне как бы все, уже там ничего не надо, я очень тяжело это переношу, либо у меня какие-то там переключения идут, ой, ну мне надо с сыном, тут очень важно там, ну, хотя, по сути, как бы, если так, ну, не так-то важно, то есть я правильно понимаю, что вы боитесь просто сниматься и выкладывать потом себя в социальных сетях? Возможно, да, возможно, но хотя я не боюсь камеры, то есть я это делала уже, что самое интересное, я это делала, и... Дальше, дальше это все равно же вы отправляете на общий суд, и это будут оценивать, да, да, и это уже оценивали, и говорили неплохо, но вот этой системы, которая, это должно происходить постоянно, то есть больше-больше там что-то, оно как бы не происходит, они вот такими провалами. Здесь, ну, я боюсь, что мы здесь не в мышлении находимся, нету никакого термоневроза, есть чувство тревоги, это чувство тревоги, может быть связано с самыми разными обстоятельствами, значит, это или какой-то фрустрации, инстинкт самосохранения, вы не чувствуете себя в безопасности, в каком-то смысле, это может быть связано с тем, что вы не чувствуете себя еще достаточно опытным специалистом, для того, чтобы вести людей, это вот так может проявляться. Дальше это иерархический инстинкт, второй, который у нас есть из трех базовых, иерархический инстинкт предполагает то, что ваше слово должно восприниматься как авторитетное, вы не ощущаете, что ваше слово таким образом воспринимается аудиторией. Вот, и третье, это, ну, просто, понятно, что вы женщина, вам важно, как вы выглядите, как вы, насколько вы сами себе нравитесь, возможно, вы себе еще как-то не очень нравитесь. Я не знаю, что из этого как, вот, но когда мы рассматриваем то, что происходит на самом деле, мы должны понимать, что это, у этого есть какие-то естественные корни, да, нельзя бояться, результата, ну, то есть, и вы сами видите, что вы, и по вашему прежнему опыту, вы никогда не боялись результата, вот, вы боитесь чего-то в этом результате, и это может быть ощущение того, что вы недостаточно профессиональный пока, потому что недостаточно опыта, может быть, потому что еще что-то там, и так далее, вот, и всегда ищите подлинную причину, вот, то, что сейчас мы с вами разговариваем, про социальные сети, а не про профессию, вот, и я бы, на самом деле, рекомендовал найти возможность, чем оплачивать, значит, пока человека, значит, который занимается вашими соцсетями, вот, на какую-то небольшую ставку, полставки в любое государственное учреждение, где есть ставки психологов, для того, чтобы вы просто, ну, вот, я сейчас в психологическом центре, таким образом, нахожусь, да, да, вот, сейчас задача, она состоит в том, чтобы снять у вас ощущение тревоги, в том, что вы не уверены в своей нынешней профессии, понимаете, вы, когда Домру учились, сколько лет вы мучили Домру? 20 лет. 20 лет, понимаете, значит, со стрижкой тоже, я уверен, это было, ну, достаточно длительный путь вхождения, пока вы обучались. Психология, я не буду сравнивать с Домрой, вот, но это, мне кажется, похоже на Домру, вот, и, конечно, с учетом того, что у вас уже есть какое-то ощущение себя, понимание себя, вы не девочка, которая 20 лет, и которая, значит, вот, выскочила, вы все-таки понимаете, насколько сложна жизнь, сколько много всего может в жизни людей происходить, и так далее, вот, и вам, конечно, важно давать хороший результат, и пока у вас внутреннего ощущения этого хорошего результата не появится, у вас не будет той уверенности, которую вы сможете продемонстрировать человеку для того, чтобы он вам доверился, потому что вопрос не просто в хорошем посте, или там красивые съемки, вопрос в том, что вы говорите как человек, которому хочется довериться, да, потому что, ну, психолог это тот человек, к которому мы приходим, и мы рассказываем свои сокровенные вещи, вот, и пока у вас внутреннего ощущения этого нет, вы никого не обманете, вот, и вы понимаете, что вы сейчас не можете это ощущение дать, и поэтому нужно максимально просто набирать опыта, значит, ну, для этого, к счастью, есть государственные учреждения, всякие разные, психдиспансеры, там, и так далее, вот, где вы под руководством авторитетных наставников, потому что, чем хороша медицина, в том, что вам никогда не, как сказать, не допустят, что вы что-нибудь не то наделали, все время за вами будут следить, и вы будете себя чувствовать, в этом смысле, спокойно, получите необходимый практический опыт, и потом вы будете говорить от первого лица, когда мы говорим про психологов, и это самое важное, что, работу психолога, да, самое важное, это то, что мы даем нашему пациенту, клиенту, чувство, что мы знаем, как решить его задачу, но это чувство нельзя соментировать, и поэтому вот сейчас вам нужно это дело нарастить, и возвращаясь к идее мышления, да, вот, если бы вы спросили себя, да, психолог это кто, вот что он должен дать человеку, и, отвечая себе на этот вопрос, вы бы поняли, что вы должны давать ощущение уверенности, сейчас у вас этого ощущения внутреннее нету, и тогда бы вы думали, что мне нужно делать, опыта, опыта, да, и вот так было, думаю, что мне нужно сделать для того, чтобы, ну, компенсировать пока недостаток этого опыта, каким образом, и так далее, вот, и не было бы бесконечных метаний между инстаграмом и, температурой, этим температурой, очень важно всегда понимать, ну, как бы, что мы делаем и зачем, да, то, что делать, это не в рекламе как таковой, дело в том, что происходит на самом деле, на самом деле вы или человека делаете, как бы, сказать, своим сотоварищем, как бы, в лечении, да, в помощи, вот, или нет, но для этого вы должны чувствовать себя предельно уверенно, вы же кого-то будете вести за руку, вот, и отвечая себе на эти вопросы, вы увидите, где точки роста и где нужно поработать, я уверен, что у вас все замечательно получится, с учетом того, что вы человек очевидно гиперответственный, и у вас, как бы, жизнь, она выучила очень многому, вот, но то, что касается, вот, профессиональной деятельности, особенно психологии, вот это ощущение уверенности, что вы знаете и так далее, и это непросто, потому что, конечно, в нашей специальности может все, что угодно, мы с чем угодно можем встретиться, и с психическими расстройствами, и с какими-то другими отклонениями, там, и так далее, и это, конечно, то, что требует сейчас от вас проработки, для того, чтобы вы соответствовали сами в своих глазах, вот, тому ожиданию, которое, которое есть, вот, ну, желаю вам удачи, спасибо большое, спасибо огромное, да, спасибо, удачу, вот, спасибо, всего доброго, да, спасибо, счастливо, вот, ну, что мы, и в случае с Катей, и с Мариной, и с Николаем, мы, по сути дела, пытались ответить на вопрос, что происходит на самом деле, когда это был поиск работы у Николая, когда это была идея, что надо бы, вроде как, и хочу прямо выйти замуж у Марины, и с Екатериной тоже, понимаете, формулировка, сама проблема, она, как выяснилось, не выдерживала критики, потому что Николай еще не подумал про то, что за сфера, в которой он соберется, как она устроена, и какие у него есть возможности для реализации своего потенциала, там, у Марины была идея, такая, конечно, навеянная культурой, что вроде бы все у нее есть, и работа, и то еще, и пятые десятые, но вот нету брака. Дальше много объяснений этого, но при этом внутренний человек себя чувствует совершенно свободным и счастливым от того, что не нужно в этом браке находиться. Ну и искать, мы тоже поговорили по поводу того, что такое психолог, какое он должен давать чувства, и способны ли его дать Кате сейчас своему клиенту. И поскольку сейчас она сама переживает и волнуется, то, значит, надо работать над тем, чтобы эта внутренняя уверенность сформировалась. А она сформируется только в том случае, если у нее будет достаточный опыт для такого рода уверенности. И я подчеркиваю, что мы занимались сейчас мышлением. Мы проясняли, что человек думает. Мы сделали чуть-чуть, буквально небольшой шаг относительно мыслей человека и увидели, что там открывается непаханное поле для дальнейшей интеллектуальной деятельности. Понятно, что Николаю нужно собирать факт-карты. Понятно, что Марине нужно внимательно посмотреть, что я рассказываю про социокультурные установки и когнитивные искажения, которые у нас возникают и зачастую программируют нас, хотя это не соответствует нашему внутреннему состоянию. Но с Екатериной мы поговорили про то, что происходит на самом деле между клиентом и психологом. Но очевидно, это не Инстаграм и его съемки, а это то и знание, и опыт, и практика, которую мы демонстрируем нашим клиентам, давая им путь к выходу из сложной человеческой ситуации, в которой они оказались. Ну, я, это был, блин, не знаю, насколько комом, и я очень буду вам благодарен за обратную связь, если вы расскажете, было ли это вам полезно, удалось ли мне продемонстрировать, что проблемы, о которых мы сегодня говорили, на самом деле универсальны, потому что это проблемы мышления, а не проблемы конкретных жизненных ситуаций. В конечном счете, мы всегда создаем модели мира, и есть общие принципы, и, собственно говоря, качественное мышление заключается в том, что вы эти принципы понимаете, можете использовать, видите, где могут быть ловушки мышления, видите, где есть потенциал для роста и расширения пространства фактов, где мы, так сказать, более детально задаемся вопросом о том, что происходит на самом деле, и как это может стать частью жизни. В общем, если мне удалось это донести, и вы об этом задумались, я, во-первых, считаю, что не зря мы с вами здесь потратили это время, и я надеюсь, что вам это показалось интересным. В общем, в любом случае буду благодарен вам за обратную связь, и дальше уже решим, как двигаться дальше. Сегодня, как я и сказал, у нас был эфир такой экспериментальный, я еще никогда такого не делал, чтобы в прямом эфире подключаться, отключаться и так далее, но может быть, в этом тоже что-то есть. В конце концов, мышление – это то, что всегда ищет новые способы для решения задач. А задача, на мой взгляд, сейчас принципиально важная. Если вы читали мою книгу «Дух времени», последнюю, задача – сохранить мышление. Мы должны как бы вот этот навык мышления буквально в себе ощутить, потому что в этом случае мы сможем что-то со своей жизнью делать, и это сейчас крайне важно, потому что понятно, что ситуация во всех смыслах, в цивилизационном, экономическом, политическом, она очень непростая, и все будет зависеть от того, насколько будет работать наша интеллектуальная машина, машина нашего мышления, и где мы в результате этого ее работы окажемся. Ну, я со своей стороны пытаюсь сделать все, чтобы ваши машины правильно осуществлять должный за ними уход и апгрейд. Ну, что, спасибо большое, надеюсь на вашу обратную связь. Пока-пока.